Москва, дом Ростовых. Именно в этом старейшем столичном особняке на площадке Ассоциации союзов писателей и издателей России провели заседание Организационного комитета по поддержке литературы книгоиздания и чтения. Все внимание наших граждан в эти дни приковано к событиям на Украине, где продолжается специальная военная операция вооруженных сил России по защите Донбасса от агрессии со стороны киевского режима. Наши солдаты и офицеры, не щадя своей жизни, восстанавливают мир на Донбассе, искореняют угрозу безопасности нашей страны. Россия переживает рубежный исторический момент, каким всегда была восприимчива великая русская литература. В сквере во дворе дома Ростова еще в 1956 году был установлен памятник Толстому. На его постаменте послание из прошлого, как никогда актуальное сегодня писателям братской России от писателей советской Украины. Мне видится символичным это напоминание об историческом единстве русских и украинцев. При всем засилии омерзительной бандеровщины, многолетнем запугивании и оболванивании людей, на Украине остается множество талантливых мастеров словесности, сохранивших верные нравственные ориентиры. Остаются ростки братской нам украинской культуры, которые еще взойдут, непременно взойдут и принесут богатый урожай, когда Украина, избавившись от заокеанского гнета, станет плечом к плечу с Россией. Особое значение в контексте нынешних событий приобретает флагманский проект Оргкомитета – серия антологий современной литературы народов стран СНГ. Как раз в эти дни коллектив авторов-составителей приступил к комплектованию тома, посвященного современной украинской словесности. 50 ведущих авторов последних 30 лет оказались в этой антологии, которая будет переведена на 11 языков бывших советских республик. Москва справедливо является литературным центром всего постсоветского пространства и наглядным подтверждением тому книжный фестиваль «Красная площадь», который по традиции состоится в первые дни лета. Мы с вами пережили 2020 и 2021 годы, и вот самые страшные годы пандемии фестиваль проходил. Проходил с ограничениями. Надеюсь, эти ограничения в этом году не будут в таком количестве. Но в то же время мы, как понятно, столкнулись в этом году с новыми вызовами. Ну и надеемся, конечно же, как и все члены оргкомитета, что книга, литература, культура станут на Красной площади объединяющей силой, которая в самые трудные времена всегда сплачивала наше общество. Кроме того, в этом году круглая дата – 100 лет у старейшего из ныне существующих отечественных издательств «Молодой гвардии». Юбилейные мероприятия запланированы на осень. Служба информации фонда «История Отечества». Служба информации фонда «История Отечества».